В августе планету ждут сразу три астрономических события. Это лунное затмение, солнечное и метеорные потоки Персид. Последний раз такое сочетание наблюдалось 10 лет назад. Кроме того, все три явления делят месяц на четыре одинаковых периода. И середина августа становится так называемым коридором затмений. Любое затмение, говорят астропсихологи, может негативно сказываться на самочувствии даже здоровых людей. А такой коридор вдвойне опасен. С 7 по 21 августа угасающие энергии лунного явления накладываются на нарастающие энергии солнечного. Велика опасность рецидивов психических болезней и проявлений эмоциональной нестабильности. У детей повышается капризность, у взрослых раздражительность, недовольство собой и окружающими. Проявляется желание спорить. Нужно просто обратить внимание на свою нервную систему. Всего лишь навсего. Перестать нервничать, перестать беспокоиться, перестать распыляться, отдохнуть. Взять, возможно, какой-то кратковременный отпуск, расслабиться. Если есть возможность куда-то уехать на дачу, на какую-то там речку, просто никто не говорит, что надо активно себя опять же таки вести. Нужен просто спокойный образ жизни на этот момент, чтобы эмоции успокоились. Сегодняшнее лунное затмение будет видно в Европе, Азии, Африке, Австралии и Антарктиде. Тень от Земли скроет южную четверть полной Луны, а освещенная часть возле границы будет бордово-красной. Лучше всего затмение при благоприятной погоде будет видно около 10 вечера по киевскому времени. Метеорологически зависимым людям наблюдать за этим явлением не стоит. Луна влияет на планету Земля с тем, чтобы отливы прилипы происходят. И тем же самым образом и на человека также оно влияет, я уверена, и психологическое состояние, и как-то эмоциональное. Я как бы даже иногда чувствую эти проявления. Он отвечает за эмоции, за наш психологический мир, поэтому как ни крути, всё, что происходит на небе, особенно с изменениями в фаслуны, влияет эмоционально. На какие-то процессы, которые в обществе происходят, вплоть до политических катаклизмов и недовольства общества, каких-то вспышек эмоциональных, ну вот в таком духе. Уже в ближайшие выходные украинцы смогут увидеть традиционный звездопад. Комета Свифта-Татла приближается к Земле раз в 135 лет. А вот через её хвост планета проходит каждый год. Максимум падающих метеоритов до 20 штук в час ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Яркое зрелище, считают психологи, поможет расслабиться и подготовиться к следующей космической фазе – солнечному затмению. В это время лучше отказаться от любых новых дел. «Телец, лев, подолей и скорпион. Ну и огненные, конечно, львы, само собой, овны и стрельцы. Они просто так не пройдут мимо этого затмения, потому что активность на них тоже повлияет на здоровье, на сердечную систему, на лимфатическую, на кровеносное давление. Так что будьте аккуратны». Солнечное затмение произойдёт 21 августа. По словам астрономов, оно станет самым продолжительным в истории наблюдений. Но в Украине его можно будет посмотреть только через трансляцию, которую обещает организовать НАСА. Во очередь наблюдать явление смогут жители Америки. Тьма полностью накроет 13 штатов. Надежда Тофан, Виктория Вашкевич и Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».